Музыка Когда мне показали мужские вариации, я тогда влюбился. Вот эти прыжки, грациозность, вот эта осанка, все мне понравилось. Как я посмотрел, поставил себе цель, что я дойду до артиста балета. Музыка Музыка Меня зовут Хумор Султамбек. Я являюсь артистом балета «Астана-опера». Я с детства мечтал быть на сцене, быть творческим человеком. Музыка Я вообще в балет попал случайно. Ну, я вообще балету учиться с пятого класса, да, с одиннадцати лет. А я учился до девятого класса в обычной школе. В любом школе есть там кружки, да, танцевальные. Ну, тогда меня заметили, типа, сказали, приходи к нам, что-то способны, давайте попробуем, танцуешь. И я хотел поступить, учиться, но папа был против. Ну, это, типа, как бы не мужское дело, и этим не заработаешь на жизнь. Папа хотел, чтобы я был спортсменом, но получилось, стал артистом балета. Музыка Первый год я вообще не понимал, потому что вот здесь танка стоишь, на восемь счет сел, на восемь счет плее встал. И я думал, куда я попал? Надо было слушаться папу. Музыка Наш балет отличается характером. Вот мужским характером, женский тоже женственно, да. А в Европе мужские танцы более танцуют женственно, что ли. Музыка Надо беречь ногу максимально, надо в тепле держать. Ну, я обычно принимаю душ контрастный, чтобы после таких сложных выступлений напряжение остается же в ногах. Ну, контрастный душ принимаешь, горячую, холодную воду и соленую воду. На соленом воде боишься, так восстанавливаешься. Был такой случай. Пятый международный конкурс в Баку готовился. Тогда я гулял с друзьями. Мне говорят, типа, сделай сады-баски. Это воздушный тур, например. Сделай сады-баски. Я говорю, ну, не стоит. Ну, они настояли, и я подсказнулся и упал колено вниз. И осталось пять дней, и я целый день лежал, лечился. Не репетировал, не занимался. Я тогда думал, блин, я же не в форме. Но когда я вышел на сцену, когда все люди сидят, да, с Испании, с Америки, с Италии, да, там, с разных стран сидят, люди на тебя смотрят во время репетиции, на что он способен. И у меня тогда идет наша национальная музыка, и я тогда уже набрался сил и вообще забыл про все эти травмы, нетравмы. Мой первый конкурс был силкой. Это международный, второй международный конкурс. Я участвовал там в НОИО стиле. Я там занял первое место. Потом у нас пятый международный конкурс в Урлео. Это проходило в Алма-Ате, в училище хореографическом. Я тоже участвовал там в современном стиле уже. Потом в Париже проходил международный конкурс ЮНЕСКО. Мы тоже заняли там первое место. Я там дуэтно в стиле участвовал. В 2018 году я участвовал в конкурсе в Азербайджане. Тогда меня готовила Анвара Риповна с номером Тамар. Хорошо восприняли мой номер в стиле казахском и современном стиле. Это какое-то новое направление, новый стиль. Это была им какая-то экзотика, необычная. Они очень хорошо восприняли, потому что они же тоже тюркский народ. Вот Баку, азербайджанцы. Они прямо аплодировали стоя. За границей, в Европе, очень хорошо воспринимают такие номера. Вот какой-то необычный колорит, например, казахский. Вот они восхищаются новые движения, музыка у нас какой-то. А вот этот длится пять минут. Сейчас ощущение, как будто марафон проведение, да? Да, еще больше. Потому что там еще отдаешься эмоционально и физически. Еще внутри должен чувствовать, еще музыку надо контролировать. Еще партнершу надо держать и тоже чувствовать. Почти что всегда аншлаг у нас. Есть зрители, которые ждут прямо какой-то определенный спектакль определенного артиста. Очень богатый театр. Когда заходишь внутрь, ты как будто попал в сказку. Как будто попал в сказку. До спектакля собираются же люди, на них смотришь и реально представляешь вот этот момент. Как будто все собрались на твое торжество. Когда люди сидят даже на сцене, и ты за кулисой, вот это только ширма между нами стоит, да? Но ты чувствуешь эту энергию зрителей. Будь, пожалуйста, послабее, будь, пожалуйста, и тогда подарю тебе чудо запросто, и тогда я вымахну. Во время карантина многие люди хотели бы посмотреть на нас, ждали, да? Но потом думал, почему бы и не порадовать зрителей. Хотя бы онлайн, в открытых пространствах. Планирую дальше продолжать так же, потому что людям нравится смотреть, наблюдать. У нас сейчас балет в хорошем уровне, очень хорошем. У нас сейчас поднимается, ставятся разные шикарные постановки, которые не могут позволить все страны, все балетные трубки, да? Построили такую шикарную академию, казахская национальная академия хореографии. Там все условия, да, например, с первого класса приходишь и заканчиваешь докторантуру, сразу выходишь оттуда. Я, например, сейчас на втором курсе учусь на режиссуре и хореографии. Уже тоже сам начну увлекаться постановками. В плане пока что закончить учебу хочу ставить национальные балеты. Ну, у нас ставятся национальные балеты, да? Но не сами казахи ставят, а приезжие европейцы ставят. Мы же знаем больше о Казахстане, о казахском танце, о традициях. Вот, поэтому хочется ставить вот такие шикарные балеты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова